Виктор Галявкин в шкафу. Перед уроком я в шкаф залез. Я хотел мяукнуть из шкафа. Подумал, вот кошка, а это я. Сидел в шкафу, ждал начала урока. И не заметил сам, как уснул. Просыпаюсь. В классе тихо. Смотрю в щелку. Никого нет. Толкнул дверь. А она закрыта. Значит, я весь урок проспал. Все домой ушли. И меня в шкафу заперли. Душно в шкафу. И темно. Как ночью. Мне стало страшно. Я стал кричать. Эй, помогите! Я в шкафу! Прислушался. Опять тишина. Я опять. О, товарищи! Я в шкафу сижу! Затучито шаги. Идет кто-то. Кто здесь горланит? Я сразу узнал тетю Нюшу. Уборщицу. Я обрадовался. Кричу. Тетя Нюша! Я здесь! Где ты, родименький? В шкафу я! В шкафу! Как же ты, милый, туда забрался! Я в шкафу, бабуся! Так уж слышу, что ты в шкафу. Так чего ты хочешь? Меня заперли в шкаф. Ой, бабуся! Ушла тетя Нюша. Опять тишина. Наверное, за ключом ушла. Опять шаги. Слышу голос Пал Палыча. Пал Палыч, наш завуч. Пал Палыч постучал по шкафу одним пальцем. Там нет никого! Сказал Пал Палыч. Как же нет? Есть! Сказала тетя Нюша. Ну где же он? Сказал Пал Палыч и еще раз постучал по шкафу. Я испугался, что все уйдут и меня в шкафу оставят. Я изо всех сил крикнул. Я здесь! Кто ты? Спросил Пал Палыч. Я! Цыпкин! Зачем ты туда забрался? Цыпкин! Меня заперли. Я не забрался. М-м-м! Видали, какие волшебники в нашей школе? Их запирают в шкафу. В то время, как они не забираются в шкаф. Чудес не бывает. Слышишь, Цыпкин? Слышу. Ты давно там сидишь? Спросил Пал Палыч. Не знаю. Найдите ключ, сказал Пал Палыч. Быстро! Ушла тетя Нюша. А Палыч остался. Он поставил стул и сел на него. Сквозь щелку явил его лицо. Он был очень сердитый. Он закурил и сказал. Ну, вот до чего доводит ваша шалость. Ты мне честно скажи. Почему ты в шкафу? Я молчала. Я просто захотела исчезнуть из шкафа. Откроют шкаф. А меня там нет. Меня спросят. Ты был в шкафу? Я скажу. Не знаю. Меня спросят. А кто там был? Я скажу. Не знаю. Но ведь так только в сказках бывает. Наверняка завтра маму вызовут. Ваш сын, скажут, в шкаф залез. И все уроки там спал. И все такое. Как будто тут удобно спать. Ноги ломит. Спина болит. Одно мучение. Что было мне отвечать? Ты живой там? Спросил Пал Палыч. Живой. Ну, сиди. Скоро открою. Я услышал голос директора. Он шел по коридору. Кто? Сыпкин? В шкафу? Почему? Мне опять захотелось исчезнуть из шкафа. Директор спросил. Сыпкин? Ты? Сказал директор. Я молчала. Ключ нес староста класса. Взломайте дверь! Сказал директор. Я почувствовал, как ломаю дверь. Шкаф затряся. Я стукнулся больно лбом. Я боялся, что шкаф упадет. Я уперся в стенки шкафа. Когда дверь подалась и открылась, Я продолжал точно так же стоять. Ну, выходи! Сказал директор. И объясни нам, что это значит? Я молчала. Я не двинулся с места. Почему он стоит? Сказал директор. Не знаю, сказал Пал Палыч. Меня вытащили из шкафа. Я все время молчал. Я просто уже не мог отвечать. Я ведь хотел только мяукнуть. Ну, как? Я сказал бы об этом.